Смотришь на эту игру спустя столько лет и понимаешь, что Yukis и THQ весной 2000 года создали эталон рестлинг-игр. Ну, эталон или нет, но пример того, как будут выглядеть рестлинг-симы в ближайшие 5 лет, они показали. И довольно ярко. В Японии игра вышла в августе 2000 года и носит название Exciting Pro Wrestling. Отличается ли она от игры, о которой мы говорим? Да хуй его знает! Итак, представляем вам первую игру серии SmackDown. Встречайте, собственно, SD1. Задвинув Acclaim и их WWF Attitude в глубокие аналы, разрабы SmackDown выдали отличный рестлинг-сим для обладателей PlayStation 1. Ну, а юзеры N64 остались с Attitude и предсмертами на довольно годный WWF No Mercy. В SD много ништяков. Начнем по порядку. Первым делом стоит отметить большое количество режимов и типов матчей. Классический 1 на 1, Тактим, Трипл Трэд, Фатал Фоуэй, Хардкор, Клетка, Королевская Мачивова. В то время мне этого вполне хватало для того, чтобы устраивать офигенские матчи. Что касается хардкорности. Да, тут есть дохуя оружие и предметов. Но рестлеры настолько хардкорны, что им насрать на то, что их приложили палкой или стулом по ебальнику. Чтобы вырубить противника, нужно всадить ему, стоя ровно перед ним или за его спиной. А при ударах сбоку он просто дергается. А то и перехватывает оружие и отвешивает тебе по ебалу. Ростер собран согласно реальному ростеру WWF 99-го года. Кстати, персонажи выглядят довольно узнаваемо. Доставляет режим сезона. Именно тогда этот режим стал неотъемлемой частью всей серии SmackDown. Спровоцировав многих цедротов просрать учебу, работу, свадьбу. Ну или свои же похороны в туалете. Но тогда сезон был несколько проще и было граничным. В самом сезоне ты должен стать чемпионом WWF. Придется общаться с другими персонажами, которые не всегда рады, между прочим. Перейдем к созданию перса. Редактор полное говно. В том же этитюде режим кав был больше. Было больше элементов шмота, шкур и прочего барахла. Было просто дохуя. В SmackDown все сводится к сборке перса и стандартных моделей. К тому же тебе доступны всего 4 слота. Скрытые персонажи, которых ты откроешь в сезоне, также создаются тобой в кафе. Бредово ли, не правда ли, ёб твою мать. Геймплей. Да, в общем-то все круто. Для уровня псон, конечно. Перед матчем тебе покажут рестлеров, идущих к риму на фоне своего Титантрона. Это выглядит не очень натурально до эпох. Арены выполнены круто, ничего не скажешь. Рампа, ринг, ограждение, толпа фанов с повкатами. Атмосфера просто лампово, WF передается на ура. Но, кроме камеры, она находится напротив Титантрона. Но на это похуй. Кроме арен, можно пошариться еще и за кулисами. В раздевалке, бойлерной, коридорах и так далее. Конечно, в обычных матчах ты туда не попадешь, нужно устроить хардкор матч. Но это в любом случае доставляет. Модели персов годные. Головы каждого реста смоделированы персонально. Аутентичные приемы, таунт и шмот. Но есть небольшой косяк. В скорости игры порой слишком быстрая. Вырубив противника, ты еще думаешь, что делать дальше. А он уже вскакивает и прет на тебя, сука, и дает тебе пизды. Да и скорость нажимания кнопок управления не даст тебе оторваться от процесса. Надо сказать, управление в SD отлично выполнено. Еще не став казуальным, но и не такое задротистое, как в том же Атитут. Музло. В боях вместо голосов комментаторов звучит музыка, что добавляет еще больше динамики игры. Но со временем, повторяешь, четыре трека надоедают. А музыка в меню вообще вымораживает. Но закрадывается в мозг, и потом, спустя многие годы, ты вспомнишь игру с первых трех ног. Итог. В 2000 году фаны получили шикарный рестлинг сим эксклюзивно для псонов. Несмотря на некоторые косяки, в геймплее и разделе кафе смейкдаун планировала планку графического и физического формуления рестлинг-игр. И эту планку в 2001 году просто преодолела, просто в жопу выебала смейкдаун 2. Спасибо за просмотр. Еще два по сто, братан. Я ж боец. Стою в маркете гопов, щемлю один говорит. Бля, Шама, завязывай. Я завязал ему локоть нахуй, подопяткой, че. Мимо шкалатроны идут, один завяжал, типа. О, Шамра, как в игре, в трусах. Я ж боец всегда в трусах, ёпта, а че, блядь. Я к ним дернул, они обосрались. Я одного уработал, ёптвою мать. Спрашиваю, че за игра? Один отвечает. Шмейкдаун. Хули, я ему зубы выпил. И за дауну мне ответил тоже. Я такой к продавцу подкатил на расслабоне. Он привык, что я боец. Сразу капал на цепевой исток и вынул. Спрашиваю. Где смейкдаун? Он мне диск, мне сразу кинул. Я по съебам домой плейху включил. Залип на год потом. Я ж боец, че, блядь. Когда в игру поиграл, расстроился. Ростер, говно. Я вообще никого не знаю. Че это за черти? Я там ломаю нахуй всех. Мне когда сказали, что все в смейкдаун играют, я тоже игру прикупил. Че, лысый что ли? Чеешь ты, блядь, сука? Это я так в игре должен был говорить. Но мне разрабы дали по яйцам. А вообще из-за этой игры я актером стал. Я в смейкдаун хорошо с собой играю. Этс, да? Да я благодаря тайгами свою жизнь просрал, и это круто. А, есть че похавать? Продолжение следует...